Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаете. В первую очередь, пожалуй, стоит сказать, что вашу ситуацию не стоит рассматривать с той точки зрения только одной, что вы себе всё накручиваете, что вы себе всё придумываете, что в действительности, грубо говоря, всё не так. Это не соответствует реальности, как мне кажется, вот, это не соответствует действительности, как мне кажется. Почему? Потому что, как мне видится, ситуация здесь связана с тем, что есть неопровержимое реальное доказательство того, что ваши страхи имеют под собой основания. Наверное, первое, что нужно признать, это то, что они действительно имеют реальное основание, реальную основу. Они под собой имеют ваши страхи. То есть, мужчина действительно общается с своей бывшей женой, вот, и, как бы, нет ничего удивительного, что из этого вы, как бы, делаете вывод, что, может быть, ему с ним хорошо. И, как бы, она для него привычна. Я бы даже сказал, что это вполне логичный вывод. Поэтому, вот, я бы не хотел каких-то цифр таких, вот, знаете, точных цифр не хотел бы. Вот, но я бы, вот, очень рекомендовал бы то, что вы, условно говоря, чувствуете, да, то, что вы испытываете, ну, делить это вот сразу на, что там, не знаю, не знаю, на два, допустим. Да? То есть, просто делить на два, потому что, ну, действительно, как мне кажется, основание у вас, основание для ваших переживаний, грубо говоря, действительно есть. Это первое. Второе. Да, и с мужчиной это нужно обсудить. С мужчиной, точнее, нужно обсудить. Обсудить эту ситуацию, обсудить, ну, грубо говоря, вот, то, что, кто, как бы, в каком он положении, в каком вы положении, как вы себя чувствуете, как он себя чувствует, это нужно обсудить. Потому что, не каждому человеку понравится, что, что мужчина общается с своей бывшей женой, да, и, как бы, кто-то может быть достаточно категорично в этом. Кто-то может достаточно категорично заявлять и утверждать, что нет никакой бывшей жены, да, общаться только с ребенком, что да, это правда. То есть, тут, опять же, все зависит от вашей позиции. И тут мы плавно переходим, собственно, к, мне кажется, системным моментам, которые образуют ваше состояние тревоги, неуверенности в себе, закрытости в плане чувств, истерики. И так далее. Это не продвижение, не реализация и не проявление своей позиции, не выражение своего отношения. Следствием этого является страх, что мужчина уйдет. Хотя, безусловно, связан этот страх не только с тем, что он уйдет, а с тем, что вам не комфортно наединить с тобой. А, ну, как бы, одиночество – это как раз таки про это. Одиночество – это про некоторый такой вот некомфорт, дискомфорт, некоторый дискомфорт с собой, с самой собой. Вот, и, как следствие, требование, ну, чтобы кто-то был рядом, вот, и страх того, что, как бы, как бы рядом никого не будет, да. Потому что, ну, если рядом никого не будет, да, то, извините, а что будет, как бы, ну, со мной, да. Вот, и это, как мне кажется, одна из таких вот ключевых историй, одна из ключевых особенностей ваших. Что, вот, а что я буду делать-то, если одна окажется. Мне же, ну, мне же с собой не комфортно, как бы. Ну, вот, поэтому, важная деталь – это, вот, с одной стороны, не продвижение своей позиции, вот, а, с другой стороны, это, вот, не принятие себя, вот, ну, как бы, не заинтересованность в своей позиции, точнее, не продвижение своей позиции, связанность с тем, что вы себя, вероятно, привыкли обоценивать, вот, вы себя, вероятно, привыкли, ну, как-то недооценивать, скажем так, вот. И это, вот, та самая, та самая история, которая образует, ом, ваш текущий состояние. Почему так может быть? Почему так может быть, что вы себя недооцениваете? Почему так может быть, что вы к себе относитесь, как-то, вот, неподобающим образом? Да, потому что, вот, жертвенность сама по себе в целом, в первую очередь, связана с, ну, со страхом, с некоторым страхом ответственности. Да? То есть, если я боюсь ответственности, ну, вот, а вы её боитесь, потому что не в ладах сами с собой, и ответственность кажется вам, вам чем-то вообще ужасным, чем-то страшным, вот, чем-то невероятно тяжёлым может быть, вот. И, соответственно, вы пытаетесь её избирать. И вот это, вот это бегство от ответственности и восприятия, эм, собственно, этой самой ответственности, как чего-то такого очень тяжёлого, как чего-то очень негативного, вот. Мне кажется, побуждает вас к тому, чтобы, чтобы действовать, ну, вот, таким образом, эм, по отношению к тем, может, может быть, кого вы любите, по отношению к тем, кто вам интересен, по отношению к тем, кто вам дорог и так далее. Как бы, на мой взгляд, скромный взгляд, эм, ситуация заключается именно в этом, а уже, как следствие, э, происходит некоторая проблематика, э, восприятия, э, там, э, своей оценки, как следствие возникает, э, некоторая проблематика, э, восприятия, э, значит, э, себя, вот, как следствие возникает, э, некоторая проблематика, э, сравнивания, э, с, э, ну, грубо говоря, э, там, женой, э, да, бывшей и так далее. Хотя, повторюсь, э, здесь, э, э, нет однозначной, однозначной истории о том, что вы, вот, неправы, что вы, э, э, какая-то, вот, э, плохая, что, вот, так к этому относитесь. То есть, э, э, ядро истины, э, зерно истины, некоторые есть. Просто, э, э, вы это видите, э, гибкострафировано, э, э, в силу, вот, некоторых определённых своих аспектов, которые, э, э, вам, э, очень, э, сильно отягощают жизнь. К сожалению. Вот. И, э, э, и, э, мне кажется, что, вот, на это вам надо бы в первую очередь обратить своё внимание. Э, 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 что касается чувств, то, ну, вот, того, что, э, того, что вы сдерживаете, э, э, сдерживаете свои чувства, да, и ни о чём, э, мужчине не говорите, вот. А, мне кажется, что, э, э, это, ну, как бы, такая история больше, э, производная. Это больше, именно, вот, э, история производная, вот, э, того, о чём, э, я только что говорил. Вот. Э, э, сводить, конечно, сводить, э, э, однозначно сводить, э, э, всё к этому я бы не стал, но, вот, то, что бросается в глаза, это, вот, эти моменты и, соответственно, их я игнорировать не могу. Вот. Поэтому, мне кажется, что, э, э, одно из первых, э, э, что вам нужно сделать, это, э, э, постараться вернуть, э, э, себе ответственность, э, вот, вернуть себе, э, вот, ну, именно, вот, вашу, э, ответственность за, э, там, саму себя, к примеру. Эм, вот, э, 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 и, э, как-то начать ей распоряжаться. Потому что, сейчас, э, у меня нет такого ощущения, что, э, вы распоряжаетесь своей ответственностью, ну, вот, в пол, в пол, в полной, э, мере, или, в той мере, в какой, э, вам этого, этого, э, хочется, в той мере, в какой, вам это интересно, в той мере, в какой, вам этого хотелось, вот, у меня нет такого ощущения, да, что, э, что вы, э, э, ну, что вы свободны в этом, и что вы, э, ну, можете это, э, э, как-то, вот, развивать и, э, продвигать, вот. Так бы я вам сказал, сказал здесь. Вот. А так, э, ну, можно, конечно, э, сколько угодно требовать от себя, э, чтобы вы, э, э, там, э, были какой-то другой, да, можно сколько угодно требовать от себя, чтобы вы были, э, не знаю, более, 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 но, как бы, извините, э, извините, э, это из области, э, скорее, вот, ну, не шампатики, но это из области, э, дальше себя ломать, как бы, вот. То есть, э, вы, вот, говорите, например, да, как не быть жертвой. Ну, чтобы не быть жертвой, нужно понять, а вследствие чего вы, э, собственно говоря, жертвой вообще становитесь, как вы к этому приходите, к тому, чтобы быть жертвой, да, вот. И, у, и уже дальше, э, как бы, смотря, смотря и изучая, уже дальше можно будет, э, в принципе, что-то говорить, вот. Э, сейчас, ну, вы от себя требуете меняться, в том числе для того, чтобы не остаться, не остаться одной. То есть, чтобы подкрепить вот свою, вот, э, такую позицию, э, возможно, э, чтобы подкрепить такую свою позицию, что я могу быть счастлива только с кем-то. Ну, это несколько, э, несколько, э, не так это несколько работает, вот. Совсем, это не, точнее говоря, не так работает, э, вот. Поэтому обречены вы здесь скорее на неудачи и на постоянные, на постоянные проявления, э, борьбы, вот. Я уверен, что вам этого не хочется, уверен, что от борьбы вы устали, вот. То есть, э, вы сейчас, э, хотите, э, быть, какой-то, вот, старайтесь обратить на это внимание. Вы сейчас, э, пытаетесь быть какой-то, чтобы, э, ваш мужчина остался с вами. Вы сейчас пытаетесь быть какой-то. Вот. То есть, это, что называется, линклином, пытаются выбиться. Итак. В новых отношениях пишите вы. Стало осознавать, что мне нравится страдать, плакать и устраивать стерики на дне собой. Так проявляется ваша любовь к себе, которую в других случаях вы блокируете и не позволяете ей бить. Реальные причины есть, как мы уже сказали. Во всем пытаясь увидеть плохое и негативное. Это страх перед болью. Вместо того, это мысль позитивная. Смотрите, какая, смотрите, какая интересная получается, э, штука. Э, э, вы требуете от себя мысль позитивная. Вы говорите, я должна мысль позитивная, ну, что-то такое, что-то такое, что-то такое. Вы себе говорите. Да? Э, э, но при этом, э, э, как бы, ну, а если нет? Э, э, а если вы, э, не мыслите, не мыслите, э, позитивно, то что тогда? Что в таком случае происходит с вами, если вы мыслите позитивно? Понимаете, да? Вот. То есть, э, не имея, э, не имея по сути ресурса для того, чтобы мыслить, э, э, что позитивно вы требуете этого от себя. Да? Вот. Э, 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 при мужчине, э, так, боюсь разрушить еще не очень стабильные отношения. Ну, здесь хочется сразу спросить у вас, э, например, о том, что вы вкладываете в отношения. То есть, отношения – это что такое вообще для вас, что это такое вообще? Понимаете? На каких основаниях вы выстраиваете, э, отношения. Понимаете, да? Потому что если вы отношения выстраиваете на гендерных основах, то есть чисто на взаимоотношениях мужчин и женщин, то я бы сказал, что в таком случае ваши отношения, к сожалению, носят характер довольно поверхностный. Ваши отношения в таком случае носят характер достаточно ограниченный. Потому что если мужчина будет видеть вас только женщин, то это достаточно легко может его, знаете как сказать, подтолкнуть, да, к сравниванию с другими, в том числе и к своей жене. Почему я говорил про то, что основание для того, чтобы переживать у вас есть. Я ведь не просто так это говорю. Это действительно так. Дальше. При мужчине сдерживаю свои любые эмоции, только получается, что еще и чувства не могу проявить и говорить об этом. Да? То есть вы не искренне. Ну, в отношениях. С человеком вы не искренне. Такой, ну, такой, такой момент. Вы не искренне. Боитесь, боитесь быть искренней. Может быть, не привыкли даже быть искренней. Вообще, не привыкли быть искренней. Свои отношения пытаетесь построить на какой-то воле, на каких-то правилах, на контроле. А, ну, как бы, по факту, получается, что вы зависит. Боитесь говорить о своих тревогах, о том, что не уверены, не доверяя ему. Зависит быть неинтересно ему. Из-за этого надо рассказывать ему, что ей беспокоиться, что мужчина вернется к бывшей жене, что ему все неинтересно. У них общая просьба, у нас еще толком ничего нет, о любви речь не идет. А, начнем мы тогда. Ну, вот, что общение-то ваше в таком случае из себя представляет? На основе чего оно происходит? Это первое. И второе, это вот то, что, ну, как бы, тревога – это одно. Доверие – это другое. Интерес ему – это третий. Вот, беспокоиться, что мужчина вернется к жене – это четвертое. Вот мысли, что здесь есть зерно истины. Тут, как бы, это все нужно отдельно разбирать. Из реальных примеров в жизни мужчина работает, дополняет сразу бьюсь истерикой, что не увиделось. Хотя обещал, мало поговорили, не так ответил, нигде слова сказал, что не так, боюсь, что он не понял, что не определился и, возможно, зря ушел от жены. Ну, здесь вы не опускаетесь в глубже, вы не опускаетесь в то, что это значит для вас. Например, если он уйдет. Вы говорите, что любви еще нет, или вы говорите, что речи о любви не идет. Я не очень понимаю, речи не идет о любви с его стороны или с вашей. А вы так мужчине как относитесь, что вы чувствуете к нему? Хотя бы вот на таком уровне, да, ну, поверхностном уровне, что вы к нему ощущаете, хотя бы. Это было бы важно увидеть. Я знаю, что они общаются, они помогают с ребенком, последний капля стал остаться вчера, когда он начал долгую работу, а после бывшей жены ходил по магазинам. Знаю точно, что на работе, так как моя подруга работает с ним, но здесь у вас в какой-то степени проявления паранойи немножко. Мне нравится, что я узнаю об этом в последний момент. По факту, так сказать, он перестал делиться об этом, что у него происходит. Пишите вы. Так что здесь вы говорите про вот свою невозможность на себя. Опереться. Как мне, ну, как мне кажется. Вот. Дальше. Так, он перестал так. Как вести себя в моральной стадии отношений, быть жертвы? Быть собой, быть естественной. Что поможет развивать дальше отношения, договорить, что отношения будет на нет? А что такое отношения вообще? Что это для вас? В мужчине работать, в семье, в семье бывшей новой девушке обратно внимание. И что? Я понимаю, что такое отношение мужчина ощущает, что такое отношение. И желание разностаточное просто может не быть, а хочет себе легкости и комфорта. А чего вы тратите сами? Сами. То есть вы как-то вот, на мой взгляд, резко достаточно переключились. На него и ушли от себя. Такое у меня ощущение возникло. Честно говоря. Потому что, чем больше вы ему даете внимание, тем больше ему вы уделаете внимание, чем меньше у вас энергии и сил остается на себя. Вот. И это может быть такой вот системной, я бы сказал, проблематикой. Для вас, для вас опять же. Для вас. Все для вас. Все это провал. Понимаете? Вот. Мне кажется, что обратить внимание вам нужно больше на себя. И вот на как раз те моменты, о которых я говорил в начале. Что у вас есть сложности с принятием и продвижением своей позиции, с взятием на себя ответственности. Вот. За то, что именно в вашей жизни происходят с вами. Вот. Отсюда получается так, что несколько, ну несколько пустыми может быть выглядят ваши отношения. Ну в целом. Вот. Вот. Ну несколько вот, знаете как, несколько поверхностными они выглядят. Ну или могут выглядеть. Понимаете? А вы сами, вполне вероятно, можете чувствовать, значит, что все несколько, ну иначе. Вот. Вот. То есть ключевой момент именно в этом. Вот. Ну ключевой момент, ключевой момент здесь именно в этом. Как мне кажется, заключается. Вот. Вот, наверное, как-то так, как-то так. Немаловажным аспектом является то, что вы получаете в результате истерик. Наедине с собой. Немаловажным. Потому как, ну, грубо говоря, истерики, которые вы закатываете. Вот. Пускай и сами, ну, пускай и сами себе эти истерики, они вам что-то дают. Вполне. Вполне логично, что вам эти истерики что-то дают. Вот. И ничего удивительного, на мой взгляд, нет в том, что снова и снова вы в них, ну вот, как-то вот скатываете. Потому что для вас это, получается, единственный способ почувствовать любовь. Вот. Для вас это единственный способ почувствовать, ну, хоть какое-то тепло. Для вас это единственный способ почувствовать, что вы сами себе что-то даете. А обычно, обычно с этим есть проблемы. Ну, почти всегда, почти всегда, мне кажется, у вас есть некоторые проблемы. Вот. Поэтому моя идея заключается в том, чтобы эти аспекты, которые, ну, которые я нашел, вот, чтобы эти аспекты поисследовать. Чтобы, ну, чтобы вам больше на них внимания как-то обратить. И дальше уже смотреть, в какую сторону вы хотите двигаться, вот. В какую сторону вы хотите идти. И что хотите делать. Потому что... Я не знаю, даете ли вы себе отчет или нет, но... Ваша... Ваша... Эх... Подобная... Позиция... Как-нибудь... Например. Жертвы... Она, эта позиция больше про то, чтобы из одного состояния перейти в другое, понимаете, в чём штук, вот. То есть, по ссылке, по факту, для вас мало что изменится, а я не думаю, что это то, чего вы хотели бы для себя, поэтому и обращаю ваше внимание на эти аспекты. То, что вы обогнаёте какие-то вещи, это здорово. То, что вы замечаете какие-то вещи, это великолепно. Вот. Но, это только начало пути вашего. Вот. Дальше, будет ещё интерес. Дальше будет больше появляться именно вас, ваших проявлений. Ээээ... Ваших чувств. Вот. И всё такое. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего доброго и удачи. У меня нет nobody смесь в этой написании. Я все еще вам 93 серии подписчиков. Чтобы тоже услышать.